Слава Богу! Хорошо, и мы двигаемся дальше, мы продолжаем историю церкви, и мы подходим к концу, ну, ранней церкви, заключаем эту, как бы потихонечку заканчиваем эту главу церкви, идем дальше, в средние века. Но перед этим, мы закончили вчера, говорили о том, что Елена, мать Константина, стала основоположницей почитания святынь в христианстве, да? Она крест якобы нашла, на котором Иисус был распят, и скажу так, не хочу обидеть сестер, но в истории церкви было несколько женщин, которые в церкви создавали большие проблемы. Одна из них это Елена, мать Константина, потом была такая святая Ирина, мы о ней поговорим, которая вернула иконопочитание, была такая борьба иконоборцев. Вы знаете, что в православной, католической церкви были люди, которые боролись с иконами, боролись с изображениями, со статуями видимыми, которых поклонялись простые люди, и, ну, так далее. Хорошо, пойдем дальше и поговорим немножко, я упоминал о нем, о донатистском споре в церкви. Донатистский спор в церкви. Спор донатистов. Спор донатистов. Спор донатистов. Так он назван в честь епископа, как бы по имени, скажем, не в честь по имени епископа Доната. А заключался он в следующем. В Карфагене должны были избрать нового епископа, и было несколько претендентов на эту должность. Это были два епископа Борт и Целесий, и был также диакон Тицилиан. В конце концов, все-таки чаша весов, скажем так, была на стороне Цицилиана, перевесилась в сторону Цицилиана, и его поставили карфагенским епископом. Те были против. И знаете, суть вообще спора была в делении мест начально, сам корень, сам мотив этого спора. Но зацепили другие вещи. И вот этот вот епископ Донат, он ссылался на то, что Цицилиана его рукоположил епископ, когда-то во время гонения отступивший от Бога. Вернее, он даже не отступил. Когда пришли гонения, он гонителям выдал церковные книги и церковную утварь. И те ее сожгли. И считался, ну как бы, отступником, предателем, да, скажем так. Не выдержал гонений. Но таких было множество, и он был не единственный. И если бы двигаться этим принципом, то почти всю церковь нужно было отстранять от служения. Он рукоположил будущего епископа Карфагена. И они стали говорить, раз он был отступником, то и его рукоположение не имеет значения, каким бы ни был следующий претендент. Пусть он хороший. Пусть он в то время, во время гонений даже еще и не служил. Неважно, если он был рукоположен священником-отступником, это рукоположение не может считаться законным. И его тоже нужно снять и сместить. И вокруг Доната образовалась группа небольшая, которые ратовали за это. И было три встречи, три спора собирались. На нескольких из них был император Константин тот же, да, Константин Великий, который, как мы говорим, всегда руководил на подобных собраниях. Ничего не решалось без него. И все-таки каждый раз сторонники Доната проигрывали. В конце концов, из-за того, что они были настроены очень агрессивно и неправильно, естественно, себя вели, они от церкви были отлучены. Ну, они сами объявили всех, они сами всех отлучили от церкви, предали анафеме, объявили всех еретиками, отделились в небольшую группу. В основном их приходы были в Северной Африке, в основном, ну, скажем так, офис, да, сосредоточение. И долгое время они еще существовали. Среди них появились пророки, которые обличали официальную церковь. Иногда правильно, но часто это было просто предвзятое отношение. Скажем так, что на самом деле истинной причиной спора было просто деление мест. Вот и все. А все остальное было лишь красивой оберткой, в которую хотели все это завернуть. Хорошо, пойдем дальше. И так, один из таких главных споров, который разделил на то время церкву, это вот спор донатистов. А следующий спор, на самом деле, на долгое время принес, создал проблемы церкви, но благодаря ему, вернее, отталкиваясь от него, в церкви начали серьезно относиться в богословии к такому предмету, как природа Христа, природа Бога. И вот эта проблема, о которой мы поговорим следующее, это проблема арианства. Арианство. Арианство – это учение, ложное учение, которое названо так в честь своего основателя. Ария, да. Ария. Который служил как пресвитер в Александрии. Он сам был левиец по национальности, человек образованный, вел очень аскетический образ жизни. У него была суровая внешность, такой, знаете, он вкратчивым голосом говорил, выглядел так как-то духовно очень. И он метил в епископы Александрии со временем. Но в это время еще и епископ Александрии, Александр его звали, он был жив. И он имел такую привычку собирать вокруг себя служителей пресвитеров периодически, там, раз в неделю, по-моему. И они говорили о каком-то богословском вопросе. Это было классно. Ну, разбирали, ну, некоторые вещи духовные. И тут Александр выступил с проповедью небольшой, скажем так, о троединстве Бога, да. Бог – это троица в единице, единица в троице и так далее. Он разворачивал эту тему. И тут вдруг Арий очень агрессивно восстал против него и стал доказывать обратное. В чем заключалось учение Арии? Оно немного было похоже на учение гностиков, ну, имело некий отклик. В общем, он говорил следующее, что есть единый Бог, Творец неба и земли, Отец. Христос же является тварью, то есть творением, существом сотворенным, не рожденным, а сотворенным. И было время, когда Христа не существовало абсолютно. То есть он не вечный, он не всемогущий, следовательно, и он не обладает атрибутами божества. Да, он больше остальных творений, потому что он первое творение, совершенное, и через него Бог, как написано, века сотворил, все остальное сотворил. Но тем не менее нельзя, он не равносущный Отцу. Он не равный Отцу по многим критериям. О Духе Святом он не имел ясного представления, но некоторые его последователи говорили о Духе Святом тоже как о творении, еще об одном творении. И сегодня отголоски этого учения встречаются у свидетелей Иеговы. Александр обвинил Ария в богохульстве, начался серьезный спор, и оказалось в это время, что у Арии, оказывается, уже есть множество последователей. Среди диаконов, среди служителей. И интересно, что церковный историк, известный Евсевий, частично также поддерживал Ария. В этом его заблуждении между ними шла серьезная переписка. Этот спор настолько был развернут серьезно, что в империи начались проблемы, несогласия. И это затронуло даже императора Константина. Константин, мы уже говорили, да, влезал во все церковные моменты. Он не хотел, чтобы империя была разделена этим спором, ему нужна была сильная империя. И он решил собрать, постановил собрать Вселенский Собор. И Первый Вселенский Собор, мы называем это Первым Вселенским Собором, он произошел по инициативе Константина в Никее в 325 году. Первый Вселенский Собор в Никее, 325 год. Первый Собор Вселенский в Никее, 325 год. На нем присутствовало 380 епископов, множество пресвятеров и диаконов. Цвет духовенства был там. Евсевий, например, пишет следующее. Цвет духовенства от бесчисленных общин Европы, Африки, Азии находился теперь на Соборе. Некоторые из епископов вернулись не так давно из каторги, потому что не так давно христианство еще было гонимо. Они на своем теле имели следы пыток, следы ранений. И интересно, те, кто поддерживали, скажем так, ортодоксальную точку зрения на Христа, среди них много было мучеников, истязаемых, и одно из доказательств правильности учения, они Константину показывали свои раны. Снимали и говорили, вот смотри, я страдал за Христа, и поэтому ортодоксальная точка зрения должна быть правильной, скажем так. Конечно, там разбирались богословские вопросы, но не обошлось и без вот таких вот человеческих вещей. И председательствовал на этом Соборе сам Константин. Интересно, что он оплатил всем дорогу, оплатил проживание, кормил их обедами там, то есть полностью взял на себя затраты по этому Собору. Неожиданно для всех внимание на этом Соборе Никейском привлек молодой дьякон Афанасий, который также был из Александрии. Афанасий не сделал блестящей карьеры, которую сделал Арий по одной причине. Говорят, что он был очень упертый, очень такой, ну не то чтобы замкнутый, очень консервативный в каких-то вопросах, негибкий. Это не давало ему возможности подниматься в служение, развиваться, и он был дьяконом. Но тем не менее, то, что касается богословского или учительского дара, здесь он пригодился. И, кстати, вот это вот, иногда говорили, что он упертый, как осел. Но вот в этом споре, потому что спор длился долгое время, веками длился этот спор, решаясь то в одну, то в другую сторону, эти качества Афанасия помогли продвигать, ну как бы, правильное учение. Его нельзя было сбить с пути, он уперся в одном направлении, и он двигал это, слава Богу. И его говорят, ну есть хроники, где говорят, что его выступление было в силе Божьей, он пользовался исключительно Писанием, где доказывал божественность Иисуса Христа. И на Никейском соборе был составлен краткий символ веры. Возможно, вы знаете, да, несколько символов веры. Апостольский, он очень коротенький такой, там, в общем, веруем в Творца, и так далее. Есть Никейский символ веры, более расширенный. А есть еще Афанасийский, составленный, вот Афанасием как раз противарианства. И он самый, как бы, широкий, подробный. Там описано, что Христос Бог от Бога, Свет от Света. Он Бог рожденный, несотворенный, вечный и так далее. Там доказывается божественность Иисуса Христа. Но Никейский символ веры был шире апостольского, но все равно недостаточно, ну, как бы, полный, скажем так. И Никейский символ веры предложили для подписания. И своим авторитетом императорским Константин наехал на всех и сказал, давайте подписывайте. И большинство ариан сдалось, испугалось и подписали. Потому что были ариане, были полуариане, то есть там такая публика была разношерстная. Подписали этот символ веры, сказали, все, все, подчиняемся. Не подписали символ веры только несколько человек. Это сам Арий и два епископа. Секунд и Фион. Они были египтяне по происхождению, поддерживали Ария во всем. Что случилось? Их сослали. Они были сняты с сослужения и были высланы в ссылку. Константина окружали родственники, которые были склонны к учению Ария. И по прошествии времени, уже более, когда он был человеком преклонных лет, его настроение стало меняться. Рядом с ним находились люди, которые говорили, Ария оболгали, его нужно вернуть, его нужно вновь поставить на служение. Давай что-то сделаем. И через время Константин усомнился вообще в правильности Никейского собора. Приказал вернуть Ария из ссылки сначала для беседы с собой. Ария испугался вначале, думал, зачем везут, может казнить хотят. И поэтому, когда приехал, сразу сказал, да согласен я с троединством, все, не убивайте только, не трогайте. Константин удовлетворился этим ответом, вернул официально уже Ария из ссылки и его друзей также. И потихонечку стал восстанавливать их в служении. Еще одно событие происходит. Напишите, 330 год. 330 год. Константин переносит столицу из Рима в Константинополь. Это Истамбул, да, сегодня турецкий город крупный. Константин переносит столицу и политическую, как бы и духовную получается от того времени, из Рима в Константинополь. 330 год. Константинополь, да, он назывался. Константинополь. Пышный город, да, долгое время был городом славы, византийской, православным, оплот, как бы, православия в свое время. Истамбул, это Истамбул. И самое интересное, как бы, забегая вперед, чуть скажу, что Константинополь пережил множество различных нашествий. Язычники его осаждали, Олег, да, вещи, о котором Пушкин писал, приходил Цареград завоевывать. Мусульмане его захватывали. Но знаете, кем он был разрушен так, что никогда не восстановил своего величия? Рыцарями, которые шли в крестовый поход. Ну, мы рассмотрим эту историю чуть попозже. Вот так вот, от своих не ждали, но получили. Хорошо, если мы возвращаемся к этому спору, он еще не закончен, спор Ария. Интересно, что Арий был восстановлен в служении, его друзья были восстановлены в служении. И Евсевий, историк, который поддерживал частично Ария, стал уговаривать Афанасия, чтобы тот... Афанасий к тому времени уже нес пресвитерское служение, или епископское, по-моему, служение в Александрии, после Александра. И его уговаривали вернуть Ария на место, дать ему каведру, восстановить звание пресвитера. А Афанасий отказался против, он говорит, знаю этого, он не отрекся от своих взглядов, такого быть не может. Они жаловались Константину, воздействовали на Константину. Знаете, что интересно в римских императорах? Так как они были больше политиками, чем убежденными христианами, многие из них. Иногда удивляешься, как они быстро меняли свои воззрения и взгляды. Два года, и уже думал по-другому человек. Еще время проходит, и он вернулся, возвращался к своим первым выводам. Опять время. Ни в чем нельзя было быть уверенными, представьте себе. Константин наезжает на Афанасию, приказывает ему, Афанасий не подчиняется. И тогда уже Афанасия отсылают в ссылку, а Ария ставят как пресвитера. Через время Константин лично встречается с Афанасием, и представьте себе, уже Афанасий производит на него впечатление. И он говорит, это истинно Божий человек, а все те, кто против тебя свидетельствовали, это враги православия. Но на этом история не заканчивается. Вот так вот несколько раз менялась, скажем так, власть. Было время, когда церковь в большей своей части, представьте, была арианской. И была подвержена арианской ереси. Интересно, что среди ариан были серьезные миссионеры. Допустим, такой известен миссионер Ульфила, который проповедовал Готам, воинственному племени германскому. И долгое время жил среди них, у него была своя кибитка, он с ними и в походы ездил, еще куда-то. Перевел Библию на их язык, но не перевел книги царств и паралипоминон, хроники. Почему? Потому что там много о войне написано, а они и так были не в себе по этому случаю. И он боялся, что, прочитав это в Священном Писании, они скажут, так мы правильно делаем. И как бы, чтобы угостить их воинственный пыл, он не переводил эти книги. И, по сути, он был тем, кто обратил их, но он был арианом. И было время, когда варварские племена, обращенные в христианство, в основном были арианами. И многие из них с силой оружия боролись с ортодоксами, скажем так, с теми, кто исповедовал по этому поводу правильное учение. Хорошо. Афанасия пытались несколько раз оболгать. Его обвиняли в том, что он убил одного епископа Арсения. Но потом на собор пришел Арсений и сказал, вот я живой, никто меня не убивал. Потом его, ну если нельзя богословски, скажем так, его сместить, уже серьезные интриги были в то время в верхушке церковной. Его обвиняли в том, что он задержал там корабли с хлебом, которые должны были ехать в Константинополь, чем вызвал голод. В общем, в чем только этого бедного Афанасия не обвиняли. Он как бы был в ссылке. И потом пришел такой момент, когда снова нужно было разбираться в этом вопросе. Вызвали ария. Вызвали... Там были представители и ортодоксии, и были представители арианства. И перед своей смертью Константин еще раз спрашивал, во что ты веришь. И арии, знаете, такой случай описывает история. Причем это описывают не христианские историки. Он написал свое вероисповедание на листочке. И когда предстал перед императором, его должны были в сан вновь возводить. Он держал этот листочек у себя за спиной. И когда его спросили, веришь ли в ортодоксальный символ веры, скажем так, он сказал, верую в то, что написано, имея в виду в то, что он написал на этом листочке. То есть такое лицемерие, ложь, игра, скажем так, слов, что ли. Все равно, что он пальцы крестом бы держал, фигу в кармане. И он сказал, ну все, тогда нормально, будешь служить. Конечно, те, кто придерживался ортодоксальной точки зрения, они были расстроены, напуганы, в шоке. Что ж теперь будет? Потому что Александрия в то время была, скажем так, центром, одним из центров, да, такой видный патриархат. Но тут случилось нечто. Арий скоропостижно скончался. И как скончался? Сразу после этого собора он с видом победителя вышел, шел по улице. Его окружали его сторонники, довольные, веселые. И вдруг, проходя по площади, он захотел в туалет, скажем так, простыми словами, да? Искал отхожее место. И когда подбежал к нему, это, ну, я не могу процитировать, у меня есть документы, в которых это написано, книги, в которых это написано, к сожалению, не взял с собой. Там примерно написано следующее. И отвалилось у него заднее место, скажем так, и все его внутренности низверглись вниз. И он тут же в муках скончался. Его сторонники были напуганы, разбежались. А православные товарищи расценили это как суд Господа над архиеретиком, как его в то время называли. Но на самом деле случай уникальный, да? Как бы трудно, не зная, не будучи там, не зная всех событий, трудно выносить какую-либо оценку, но задуматься заставляет. Тем не менее, после его смерти еще его сторонники распространяли это учение. И я говорил, да, что, допустим, те же готы, они 400 лет еще были арианами, исповедовали арианское учение. Хорошо. В тот же год смерти Ария умер и император Константин. Это было в 337 году. 337 год нашей эры. Скончались и Арии, и умер император Константин. После Константина империю наследовали три его сына. Их тоже звали Константин, Констанций и Констанц. Наверное, у него с фантазией было плохо. Константин, Констанций и Констанц. Он еще при своей жизни назначил их кесарями, а после его смерти они поделили империю. Константин, младший сын его, вернул из ссылки Афанасия. Он сочувствовал ему и поддерживал его. Также ортодоксального учения поддерживался и Констанц. А Констанций, их брат наоборот, был последователем Ария. И также почел своим долгом бороться с Афанасием. Афанасий вновь был обвинен в ереси. Ему пришлось бежать в египетские пустыни и провести там долгое время. В конце концов, ну, никого из этих детей Константина не стало. И на престол в Риме приходит человек, который известен под именем Юлиан Отступник. Так, вкратце мы тоже о нем поговорим. Юлиан Отступник. Так его назвали христианские историки из-за его желания реформировать язычество. Тут были вроде бы христианские императоры. И тут на престол входит Юлиан Отступник, который пытается вернуть язычество. Он был племянником Константина Великого. Воспитывался он под наблюдением епископа Евсевия, который сочувствовал Арианам. Но самое интересное. Но также у него был учитель Евнух Мордоний. И Евнух Мордоний, он придерживался философского учения стойков. И по своему убеждению был по сути язычником. И Юлиан больше учился у него, чем у арианского епископа. Даже потом Мордоний говорил ему, что христианство это формализм обычный. Смотри, в этом ничего нет, нет жизни. И на самом деле Юлиану не надо было долго говорить и убеждать, потому что в то время так и было уже. К тому времени служение стало достаточно формальным. В ней не было на самом деле Божьей искры, не было жизни. И как Юлиан вспоминает в своих воспоминаниях, он говорит, что эти монахи, которые, духовные лица, которые учили, окружали его, он говорит, они больше были похожи на тюремщиков, чем на учителей. И поэтому у него с детства было такое отвращение к христианству. Истинным богом Юлиан почитал солнце и пытался возродить этот культ и сделать его известным по всей империи. Он написал трактат, который назывался «Против христиан». Здесь он подражал философу Цельсу, помните, который выступал против христиан, да? И по сути писал, подражая ему, защищая язычество. Его нельзя назвать жестоким гонителем христиан, потому что такого не было. Не будем приписывать ему того, чего нет. Он говорил, что нужно влиять путем убеждения, а не путем, скажем так, каких-то жестких мер. Допустим, он писал следующее. «Надо убеждать, поучать людей, обращаться к их разуму, а не к ударам, оскорблениям и казням. Я поэтому опять всегда приглашаю тех, кто ревностно предан истинной вере, не причинять никакого вреда секте галилеян, то есть христиан, не допускать по отношению к ним никаких насилий. Надо питать больше жалости, чем ненависти к людям, достаточно уже несчастным, благодаря их заблуждению». По приказу Елюана стали открываться языческие храмы. Христианским священникам было запрещено преподавать в светских школах. Туда стали пускать учителей от язычества. И также он запретил христианским общинам оказывать материальную помощь своим членам и заниматься, скажем так, благотворительной и социальной работой. Так бы сегодня это звучало. И наоборот, настаивал на том, чтобы это делали язычники. Жестких гонений не было, но были такие некоторые приняты хитрые приемы, чтобы ослабить влияние христиан и наоборот поднять авторитет язычества. И на иудаизм он смотрел как на узконациональную веру, то есть считал, что это вера евреев, тоже их особо не трогал. Хорошо. В 636 году он умирает. И вместе с его смертью заканчивается попытка реформировать язычество. 363 год, он умирает, он смертельно ранен стрелой во время одного из походов. И вместе с его смертью не нашлось того, кто бы хотел дальше продвигать идею язычества. На его место после него приходит и Авиан, который отменяет все законы Юлиана. При нем Афанасий, который пережил многих своих врагов, возвращается из Египта. Народ с радостью его встречает, и Авиан восстанавливает его в епископовском служении. И Авиан восстанавливает, поддерживает ортодоксальную веру, восстанавливает Афанасия как епископа. И Афанасий был епископом в Александрии, пока не ушел к Господу. Важнейшим борцом с арианством, конечно, после Авиана было еще несколько императоров, о них не будем говорить, не столь это важно. Одним из известных борцов с арианством, язычеством, другими ересями был император Феодосий. Вот при его правлении христианство было названо официально религией Римской империи уже. До этого, мы знаем, была попытка реформировать язычество, там ариане к власти приходили. Император Феодосий выступал против арианства, язычества, других ересей. Это не значит, что он был чудесным христианином, но тем не менее он делал эти вещи, он делал эти попытки. Он хотел прекратить распри среди христиан и искоренить язычество полностью. По национальности он был испанец, это исключительный случай, когда римским императором был не римлянин, а испанец по происхождению. И сами испанские христиане, они были горячими приверженцами Афанасия и ортодоксальной веры и боролись с арианством в вопросе божественности Христа. Государственной, государственной, и пытался объединить христиан, чтобы уже не было распри. Хорошо, в первый год своего царствования он тяжело заболел, он не был еще крещен, тяжело заболел, испугался, когда заболел, и поэтому поспешно крестился. Сразу после этого он издал Эдикт, и я протестирую несколько вещей из Эдикта. Он написал следующее. «Это наша воля, чтобы все народы, которые находятся под нашим кротким и снисходительным правлением, твердо держались религии, которую римляне приняли от Петра. По наставлению апостола и учению Евангелия мы должны веровать в божество Отца, Сына и Святого Духа, как равных по величию и представляющих Святую Троицу. Кроме осуждения посредством божественной справедливости, противодействующие должны ожидать строгих наказаний, которые наш, руководимый небесной мудростью авторитет, почтет удобными вам назначить». И так далее. И интересно, что император Феодосий созвал Второй Вселенский Собор. Это было в 381 году в Константинополе. Второй Вселенский Собор при Феодосии. 381 год, Константинополь. Второй Вселенский Собор, 381 год, Константинополь. Главным вопросом было также осуждение арианства еще раз и единство христиан. Скорее, единство христиан, прекращение распри между христиан и было главным вопросом этого собора. Что можно сказать о Феодосии? Феодосий, у него был неуравновешенный характер достаточно. У него был неконтролированный гнев, он легко раздражался. Но когда успокаивался, был очень кротким и смиренным. То есть так, в крайности в своем характере уходил. И я расскажу вам вот такой вот случай, который был при его правлении. В городе Фессалоника происходили, там был ипподромство, и были скачки. Это было одним из самых любимых развлечений фессалоникийцев. И один из самых успешных жакеев был осужден за преступление, реально за преступление. Его арестовали, наместник, посланный Римом, арестовал его и содержал под стражей. И когда люди пришли смотреть на это зрелище, узнали, что их любимца нет, сказали, да и нет смысла тогда проводить эти скачки. И стали бастовать, бунтовать. Немного было нужно народу раньше, чтобы поднять бунт. Они обратились к представителю власти, чтобы он освободил его. Тот отказался. И тогда народ в гневе прорвал охрану. И этого наместника убили просто-напросто. И начался бунт такой. Из-за ерунды вообще. Ну, так вот. Услышав об этом, Феодосий послал отряды туда, чтобы жестоко разобраться с ними. Убивать всех, кто бунтует. Интересно, что к нему обращается епископ Амвросий, в то время известный епископ церкви. И говорит, наказывать нужно не всех, а только виновных. Проведите расследование и накажите тех, кто виновен. Феодосий успокоился и уже сказал, хорошо, хорошо, я напишу письмо, чтобы не всех наказывали. Но, тем не менее, тянул с этим письмом. И войска прибыли туда раньше, чем дошло письмо. Конечно, устроили кровавую баню. На стадионе всех там порезали. Потом вышли на улицу. Не щадили ни стариков, ни детей. В общем, устроили такую кровавую расправу с жителями города. Что интересно, что епископ Амвросий, услышав об этом, отлучает императора от церкви. То есть, набирается смелости и говорит, что теперь ему вход в церковь запрещен. Не боясь его, он был, Феодосий был членом Миланской общины в Милане, где как раз и Амвросий имел свой статус, авторитет. Он запрещил, исключил его из членов общины. А он сказал следующее, ты весь с ног до головы забрызган кровью, соверши сначала достойные плоды покаяния. Тот приехал, попросил у него прощения, говорит, прошу прощения у тебя, о Бога, прими меня обратно. Тот говорит, нет, нужны достойные плоды покаяния. После чего Феодосий слушается епископа, уезжает на 8 месяцев в такую добровольную ссылку, где постится, там кается, пребывает в покаянии. И через время, отведенное ему, возвращается в богослужение, собирается вся паства, весь приход. И при них он говорит следующее, я плачу, ибо для меня закрыт храм Божий, а следовательно и небо, которое открыто для рабов и нищих. И Амбросий потребовал от императора, чтобы в будущем смертная касть совершалась не сразу, а минимум через месяц после исследования, когда страсти утихают, ну, можно провести определенное расследование и тогда только казнить. И он соглашается с этим требованием, снимает себя императорские одежды, в присутствии всего народа он становится на колени и говорит следующее, «Душа моя повержена в прах, оживи меня, Господи, по слову Твоему», цитирует Псалом, да? И он плакал прилюдно, каялся, и весь приход плакал и каялся, как бы плакал вместе с ним. Ну, не знаю, если бы я видел такую ситуацию, наш президент так делал, наверное, меня тоже бы коснулось, да? Вот. Не знаю, насколько он был христианином, может и был, ну, может, был политиком, не знаю. Но его многие действия были достаточно искренними, да, достаточно открытыми. Вот. И епископ Амвросий был первым епископом, который имел такую власть над императором. И умер Феодосий в 395 году. Говорят, что последние пять лет свои Феодосий ежедневно вспоминал о своем преступлении, который совершил, каялся, страдал от этого. Можно подумать, что на самом деле его посетило раскаяние. И можно упомянуть следующий момент, что еще во времена Константина Великого христианская церковь, кроме христианской, стала называться еще католической, то есть вселенской или всемирной. А во времена Феодосия, она называлась, то есть при Константине называлась христианская католическая церковь, вселенская, всемирная. А во времена Феодосии она стала называться христианская католическая ортодоксальная или православная церковь. Как бы было добавлено такое название, осноска от того, что правильно славить или правильно мыслить, ортодокса, истинное учение или правильное учение. Это можно перевести как правильно мыслить или правильно учить или правильно славить Бога. И было переведено вот так вот как православие. И эта церковь носила оба этих названия. Со временем мы знаем, что произошел раскол, да, в 1056 году, великая схизма, да, когда раскололась церковь на восточную и западную, на православную и католическую. Но об этом мы уже чуть-чуть попозже поговорим. А идя дальше, мы хотим сказать о том, что в церкви возникло такое явление, к нему уже были предпосылки. Помните, мы говорили, что были фанатично настроенные в церкви люди, которые утверждали, что священники не должны жениться, да, они должны вести безбрачный образ жизни, и это обязательно для всех. Если мы читаем апостолов, мы не видим такого утверждения. Мы говорим, что Павел говорил, хотел бы я, чтобы вы служили, как я, потому что тогда больше времени вы будете уделять Господу. Но если кто хотел жениться, никто ему в этом не запрещал. И брак освящался Господом, да, и был нормальной составляющей церкви. Причем, ну, и епископы были женаты, апостолы были женаты, мы знаем. Но 3-4 век, вот эти вот предпосылки, они выливаются в то, что мы сегодня называем монашеством. Движение монашества. И как бы считается, что первым монахом официальным был человек по имени Павел также. Он был еще, жил еще при императоре Деции. Помните, мы говорили, были жестокие гонения, да, при этом императоре. Многие христиане были сосланы, кто-то бежал, спасаясь от смертной казни. И вот таким беглецом был юноша Александрийский по имени Павел. Он бежал в пустыню Верхний Египет, и там жил в пещере, проводя одинокий образ жизни. Ему понравился этот, ну, отшельнический образ жизни. И он стал первым христианином-пустынником. Были люди, которые вели аскетический довольно образ жизни, но в городах. А он был тем, кто удалился очень далеко и находился там. Самое интересное, что потом ему последовал человек по имени Антоний, которого называют отцом монашества. Которого считают официальным учредителем монашества. Антоний, будучи молодым христианином, посетил однажды, слыша о Павле, посетил Павла и попал под его сильное влияние. Попав под его сильное влияние, он раздал все свое имущество, полученное по наследству, свою сестру родную, как бы отдал. Уже были тогда такие дома для девственниц, которые жили отдельно и посвящали себя Богу. Это еще не были монастыри, но были такие дома. Он отдал туда свою сестру, туда пожертвовал часть денег на ее попещение. И оставшись без ничего, пошел к Павлу, чтобы разделить с ним этот образ жизни. Он также заявляет, что истинный служитель должен быть безбрачным и ведет настолько аскетический образ жизни, что очень серьезно подрывает свое здоровье. Но, тем не менее, он верит, что это правильно. Интересно, что несмотря на какие-то заблуждения, мы не можем выносить однозначную оценку людям вообще от того периода. Сложно вынести. Потому что, с одной стороны, видя их заблуждение, с другой стороны, можно видеть, насколько горячо порой люди проповедовали Евангелие. Особенно миссионеры. Мы будем о кельтской миссии чуть-чуть говорить. Вообще о монахах-миссионерах. Это были посвященные люди. Многие из них, судя по жизни, любили Христа. Трудно однозначно говорить. Поэтому мы должны смотреть и на хорошие их стороны и видеть недостатки. Одно отметать, а другое все испытывайте. Хорошее берите и держитесь этого. Когда начался Арианский спор, он возвращался. Когда были... Ой, прошу прощения, Арианский спор. Когда воздвигались гонения на христиан, он, Антоний, возвращался в город, чтобы удерживать, малодушных утешать, возвращать отступников ко Христу. И он был достаточно смелым христианином. По сути, также есть сведения, что через него происходили чудеса. Он молился за больных и так далее. Он является официальным основателем монашества. Хорошо, мы делаем перерыв. После перерыва мы возвращаемся на урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!